Продолжение следует... Спасибо. Ну что ж, тогда мы начинаем нашу встречу. У нас сегодня не просто вебинар, у нас вебинар-тренинг. Мы с вами сегодня научимся, мы чуть-чуть сначала, вначале поговорим о том, для чего вообще можно использовать песни в обучении иностранному языку, потому что там на самом деле не все так просто и однозначно, как может показаться. Возможностей очень много, и те, кто работают с детьми младшего возраста, они про эти возможности знают больше, чем те, кто традиционно работает с детьми старшего возраста. Но я надеюсь, что то, о чем мы будем говорить, поможет нам всем посмотреть немножечко с другой стороны на то, что можно делать и каким образом. Но мы сегодня с вами и научимся создавать песни с помощью бесплатной нейросети. Возможно, вы с ней знакомы, но мы посмотрим именно методически, как использовать то, что мы создадим. И плюс я вам еще полезных материалов дам. Хорошо? Ну что ж, давайте начнем. И давайте начнем с очень простых вопросов, которые не так просты, как могут показаться. Вопрос следующий. Для чего вообще можно использовать песни урок английского языка? И как их можно использовать? Только для того, чтобы петь? Потому что очень часто, например, бывают какие-то песни, показываешь их, а мне говорят, ой, но она вокально сложная, ее дети не споют. Но ведь не обязательно только петь. Вот давайте посмотрим, что еще можно сделать. Ну и, наконец, еще возникает вопрос, а где нам взять подходящие песни и как создать свои? Вот давайте с этой точки зрения и посмотрим. У нас сегодня весь наш вебинар-тренинг продлится немногим больше часа. Я думаю, где-то час 15, наверное, ориентировочно. Поэтому рассчитывайте ваше время, смотрите, как вам будет удобнее. И давайте прямо поработаем. Также посмотрите, пожалуйста, нейросеть, которую я буду показывать. Она работает из телефона, и у меня будут QR-коды со ссылками, по которым мы сможем пройти. Плюс я вам обязательно буду отправлять ссылки в чате, так что вы сможете все это сделать. Для того, чтобы вы смогли нейросеть открыть, у нас будет время для того, чтобы в ней зарегистрироваться. Это тоже все абсолютно бесплатно. Я все расскажу и покажу. Хорошо? Поэтому если вдруг что-то будет сложным, что-то покажется странным, непонятным и прочее, пожалуйста, не стесняйтесь, спрашивайте. На всякий случай, я пока отключил возможность у участников включать микрофоны, потому что я заметил, что многие входят, и у них автоматически микрофоны включаются. Но это только на время. Мы, когда приблизимся к тому моменту, когда будем создавать песни, я тогда верну эту возможность для того, чтобы мы могли с вами пообсуждать голосом, потому что понятно, что говорить гораздо проще, чем писать. Хорошо? Поэтому давайте так сделаем. То есть если я отключил микрофоны, возможность включать их, то это только для того, чтобы вам сейчас обеспечить удобство, чтобы не было сторонних шумов каких-то. Итак, давайте подумаем, как можно работать над аудированием. Здесь прием абсолютно традиционный. Самые простые и известные приемы – это когда мы, например, слушаем и заполняем пропуски. Какие-то слова пропущены. Это обычно listening for specific information. Получается такой мини-диктант. Правда же? На уровне слова. Может быть и диктант более серьезный, когда мы вообще записываем текст песни. Мы можем отдельные фразы только записывать, например, послушайте песню и выпишите все слова, которые относятся к такой-то теме. Можем выписывать отдельные строчки из этой песни. Например, послушайте, выпишите первую строчку каждого куплета. Можем выписывать гораздо больше. То есть тут понятно, что чем выше уровень учеников, тем больше пишем. И тогда это перестает восприниматься как диктант. Я думаю, у нас у всех были в жизни ситуации, когда мы с вами в студенческие годы, может быть, когда в школе учились, да и после, когда мы сами сидели и записывали какие-то тексты. Еще до тех времен, когда это стало легко найти в интернете. Есть еще один вариант работы, когда мы просто распечатываем текст песни, разрезаем его на строчки и просим учеников послушать песню и восстановить их порядок. И вот посмотрите, пожалуйста, я сейчас перечислил то, что, скорее всего, вы и так делаете. И обратите внимание, что ни разу здесь мы песни не поем. То есть песня – это хороший повод поработать над аудированием. Но только ли над аудированием? Конечно, не только над аудированием. Давайте посмотрим, как мы можем использовать песни и для других задач. Вот я, кстати, смотрел по регистрациям. Я не вижу сейчас списка участников, но очень надеюсь, что он сможет присоединиться. Это замечательный совершенно учитель английского языка Владислав Юрьевич Быков, который не только преподает, но который занимается многими другими вещами, который великолепно работает с песнями. Вот я вижу, Владислав есть, Владислав Юрьевич. Если это вы, помашите рукой, поставьте плюсик, в чат все, что угодно напишите. Я немножечко порекламирую. Владислав Юрьевич очень много работает с песнями. Может сам кого угодно научить разным приемом работы с этим песнями. Поэтому, Владислав Юрьевич, если у вас будут какие-то идеи дополнительные, вы, пожалуйста, пишите в чат. Ладно? Владислав Юрьевич очень много работает с песнями и получает разрешение от права обладателей. И много лет уже эту работу ведет из разных совершенно стран. И как раз знает, как использовать. Но давайте мы с вами поговорим. К чему я-то говорю? К тому, что мы все специалисты. У нас у всех опыт есть работа с песнями. Поэтому я надеюсь, что те идеи, которые я подбрасываю, они могут просто позволить как-то систематизировать эту работу. Вот пример такой песни. Очень простая вещь. Это из книги Клары Исаакуна Мариан Юрьевна Кауфман «Songs and Poems for Junior School». К этой книге песни есть уже записанные. Но мы с вами посмотрим, как можно с помощью нейросетей в том числе создавать. Вот очень простая песня. Мы ее все знаем. Да? Rain, rain, go away. Come again another day. Play my little Johnny play. Rain, rain, go to Spain. Don't, don't come again. Авторы здесь немножечко изменили старинный детский стишок. Но посмотрите, как удобно получается. И слова можем записывать и отдельные фразы для начальной школы. Вполне можно с этим справиться. Прекрасная работа с аудированием. Причем, вы знаете, на самом деле делать-то можно и больше. Вот, например, когда мы хотим сфокусировать внимание учеников на лексике. Как работать с лексикой? Можем поанализировать песню для того, чтобы найти рифмующиеся слова. И тут мы с вами найдем и rain, и Spain, и again, и так далее. Можем предложить ученикам посмотреть на текст, выделить новую лексику в тексте. Можем соотнести слова из песни. Это когда трудные слова, их определение. Получается хорошее matching exercise. Можем попробовать вывести значение знакомых слов из контекста. На самом деле, если мы говорим про маленьких детей, то мы можем и с лексикой так потренироваться. Это вот между аудированием и лексикой работа получается. Она захватывает и умение аудирования, развития, и умение работы с лексикой. Это когда, например, мы предлагаем детям послушать песню, и когда они слышат определенное слово, например, хлопнуть в ладоши, или топнуть ногой, или еще какое-то движение совершить. Можно причем разбить разные слова, проговорить, какие к ним движения. Это немножко организации потребует. Но зато получается очень веселая картина, когда дети будут очень внимательно слушаться для того, чтобы эти слова услышать и сделать вот эти вот действия. Как можно поработать над говорением с песнями? Тоже, как минимум, вот сколько у нас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь приемов. И они все довольно простые. Самый простой прием, то, о чем все говорят, это просто слушаем и поем. Но мы же можем сделать и по-другому. Мы можем послушать песню и подумать, какие слова мы там можем заменить, чтобы изменить, например, сюжет песни, что там происходит, или смысл песни. Песню несчастной любви, например, сделать песню о счастливой любви. Или еще какие-то вещи поменять. Это со старшеклассниками поинтереснее будет. Можно использовать песню как discussion starter. Например, согласны ли вы с поступками героев, как вы считаете, разумны они, хороши ли они и так далее, и так далее. И из этого от песни переходить к обсуждению каких-то других вещей и тем. Можем поработать по-другому. Можем расширить текст. Вместе, например, в парах, в группах, как вам будет удобнее, попробовать придумать еще один куплет к песне. И вот тут работа уже творческая. Если слушаем и поем, это чисто механическое повторение. Это просто разминка речи. Если мы слушаем и заменяем слова, это работа на уровне предложения. Если мы используем как discussion starter, мы отходим от песни, переходим, просто расширяем эту тему. То вот расширяем текст, придумываем куплет. Это работа творческая. Определенный формат, рифмы нужны и прочие вещи. Все то, что мы могли уже научиться делать раньше, на предыдущих этапах с помощью тех приемов, о которых мы говорили. Что еще можно сделать? Можно предложить переписать песню так, чтобы она стала песней о себе. Например, песня о том, что нравится, песня о том, кто чего делает. Я вам покажу пример одной такой песни, которую, в принципе, можно переписать довольно неплохо. Либо просто попробовать какой-то включить личный опыт в песню, дописать ее немножко, переделать. Получается творческая работа, но она посильная, потому что есть опора. Можно предложить и дальше пойти. Это если у вас в классе ученики, которые любят творить, которые обожают язык. Ну, пусть хотя бы большинство таких учеников будет. Это в качестве пожелания. Вот мы можем предложить ученикам, например, посмотреть на песню, взять ее как образец и попробовать написать свой текст. И вы знаете, на самом деле дети делают это довольно охотно, потому что песни слушать любят все на английском. Тем более любят слушать, пусть даже не всегда правильно ее понимают. Поэтому, в общем-то, свои тексты пытаются создавать с большим удовольствием. Но есть еще один вариант. Если эта песня сюжетная, не просто я ее полюбил, она меня полюбила, потом она меня разлюбила и так далее. Но даже вот с таким примитивным сюжетом мы можем попробовать превратить эту песню в рассказ. То есть рассказать, что там происходило. Я думаю, что у нас у всех в голове есть такие песни, которые рассказывают историю. Их, на удивление, мало, потому что песни это больше про эмоции чаще, по крайней мере, современные. Но и песни с историями тоже есть. Кстати, если вам придут в голову такие песни, например, песни, которые хорошо историю рассказывают, которые можно использовать, напишите, пожалуйста, в чат. Я думаю, что мы с вами можем прямо банк песен для себя создать. Но пойдемте дальше. Вот, например, вот такая песня. Посмотрите. Это уже из книги Клары Сакнмариан и Юрина Кауфман Songs and Poems for School. Не For Junior School, 2-го, 4-го класса, 5-й, 9-й. Тут у нас есть. Даже 5-й, 11-й. Посмотрите. Tomorrow is my birthday and it's a magic date. Let my classmates come to me and let's celebrate. Let them bring me presents, let them sing a song, and let's play computer games all day long. И так далее, и так далее. Вот он рассказ, по сути, о том, о чем мечтает ребенок. И мы можем предложить ту же самую вещь. Или переделать, написать, по примеру этой песне, свой образец, свою песню. Или же мы можем сказать, представьте, что вот так день рождения и прошел. Попробуйте, расскажите, как он прошел. Можно добавлять любые детали. Например, в какие компьютерные игры играли, что смотрели по телевизору, что там был за big cake, и так далее, и так далее. То есть песня становится опорой для продолжения, для превращения в говорение и для продолжения этой работы. А вот давайте теперь подумаем вот о чем. Проблема в том, что, к сожалению, не всегда находятся легко хорошие песни. Я думаю, мы все с вами проходили эту историю, когда пытались подобрать песню для учеников, и получалось, что либо она простая, например, по языку, но она концептуально не очень простая. Либо там такие слова встречаются, которые не хочется использовать в классе. А есть и такие слова, которые мы точно не будем использовать. Есть, например, фразы, которые рассказывают о чем-то, там вторые-третие смыслы, которые тем более не стоит рассказывать ученикам. Например, помните вот эту песню Hotel California, которую многие любят, которая до сих пор популярна, хотя и уже чуть ли не полвека, и мало кто знает, к счастью, то есть песня про наркозависимость и про то, как это все плохо, и как из нее трудно вырваться. И вот, знаете, бывают, я думаю, такие ситуации, когда вы, например, какую-то песню слушали, но не всю ее вслушивались, понимали, а потом послушали, поняли и сказали себе, лучше бы я не понимал. У меня такие ситуации точно бывают. Кстати, были ли у вас такие песни? Если можно, напишите, пожалуйста, в чате, есть ли у вас такие ситуации. А я давайте сделаю вот что. Я сейчас запущу демонстрацию экрана, но мы сейчас сделаем таким образом. Снова мы с вами послушаем песню в качестве примера. И скажите мне, пожалуйста, вот то, что я покажу, это песня, которая создана полностью нейросетью. музыка написана нейросетью, звук написан нейросетью, голоса сгибы и так далее, и так далее. Ну вот давайте я запущу эту песню, а вы мне, пожалуйста, скажите, если бы вы не знали, что это создан нейросетью. Сейчас, одну секунду, у меня включается плеер. Ага, включился. Коллеги, был звук? Вот прямо чуть-чуть совсем. I know an old lady who swallowed a fly. Замечательный звук был. Ну что ж, давайте мы послушаем и проведем маленький эксперимент. Если бы я вас не предупредил, что эта песня создана полностью компьютером, кроме текста, за исключением текста, догадались ли бы вы, послушав эту песню, что это вообще не человек поет и не человек написал музыку? Итак, проводим эксперимент. Прежде чем переходить к созданию песен, надо сначала понять, нужно ли нам это, можно ли это использовать в классе. И заодно, если можно, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот такая песня, удобно ли ее будет использовать с учениками? Не обязательно для того, чтобы петь, а вот для того, о чем я говорил, например, для работы с лексикой, для работы с аудированием. Давайте послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что ж, я уже вижу, что вы пишете, что не догадались бы. Вы знаете, если бы я ее сам не создал, я тоже не догадался бы, честно вам скажу. А вот посмотрите, пожалуйста, как вы считаете, ученикам такая песня может понравиться? Я сейчас расскажу, откуда текст взялся. Да, вот действительно, с детьми хорошо работает. Я показывал, и она такая бодрая и веселая, причем ее и петь легко, она и на слух хорошо ложится. Мы с вами научимся, вот в конце нашей встречи вы тоже такие песни создадите, если захотите. Ну или, может быть, другие тоже интересные. Я надеюсь, что вам понравится. И причем, посмотрите, вот эта песня, она как раз очень удобная, потому что мы можем вот эти вот слова герунди заменять на другие какие-то вещи. И про свои holidays ученики вполне могут эту песню поменять. Текст, правда же? Ну что ж, пойдемте дальше тогда. Вот эта песня, я ее взял, я текст взял с разрешения авторов, естественно, из пособия английских стихах в школе и дома. Мы вам в чат потом пришлем ссылки, если вы захотите скачать страницы из этих пособий с песнями. Там не все, конечно, страницы, не полностью книги, но можно найти стихи. Я вам скажу, где это можно сделать. Хорошо? Мы вам дадим ссылки вот из всех и всех книг. Клары Сакон-Марианна Юрьевна Кауфман. То есть это авторские стихи, но на эти авторские стихи нейросеть написала музыку и прочее. Вот как пишут где-то на онлайн-уроке Умскул эту песню слышала. Нет, они пока не использовались, но вы, возможно, слышали. Я ее выкладывал как-то во Вконтакте у себя, в своем аккаунте, потому что я пришел в такой восторг, когда нейросеть написала, что я поделился. Поэтому, возможно, вы ее слышали как раз. И вот коллеги пишут, вижу своих танцующими, поющими эту песню. Точно понравится. Причем посмотрите, как мы с вами говорили, например, мы можем детям сказать, что каждый раз, когда вы слышите слово holiday, хлопайте в ладоши. Или там еще какие-то действия. Или там иллюстрируйте, например, mime the actions. Там my little cousin crying, пишет, my gran can teach me frying, и прочие-прочие вещи. То есть тут есть чем поиграть. И вот мы берем, то есть смотрите, мы можем с вами взять хорошее какое-нибудь пособие. Например, вот это. Там вся тематика школьной программы, там есть упражнения на понимание, отработку лексики и грамматики, опоры для развития памяти. Кстати, к этому пособию стихи начитаны, и они есть в аудиоприложении. Вы их можете найти. Но посмотрите, вот давайте возьмем такое стихотворение и вместе с вами подумаем, а какой здесь музыкальный жанр мог бы быть хорош, если мы хотели бы его превратить в песню. Вот у нас стихотворение. Какой можно рандрель? Вот, все прямо наугад пишут или рэп, или чант ритмичный. А давайте посмотрим. Я, кстати, не был оригинален, честно вам скажу. Я создал песню в стиле рэп с помощью нейросети. Но давайте перед тем, как мы к ней перейдем, посмотрите, как здесь идет работа. У нас есть словарь, так что ученики точно поймут. Это прямо во втором классе. Можно по теме «Моя комната», «Мой дом, моя комната» использовать. У нас есть задание, например, послушай стихотворение, скажи, о чем оно, на какой картинке изображена комната одинокого Джимми, ответь на вопросы, это на понимание, слушай диктора, повторяй каждую строчку за ним, попробуй прочитать стихотворение самостоятельно, заполни пропуск с существительными изображенными на картинках, заполни пропуске глаголами, научись рассказывать о комнате Джимми, и, наконец, опиши свою комнату, попробуй сделать это в рифму. То есть здесь полностью хорошая методическая система, которая позволяет и с лексикой, и с грамматикой поработать, и с аудированием, и с говорением. Я только дополнил еще некоторыми вариантами. Но вот давайте мы с вами вернемся вот сюда, и я попробую я попробую запустить для вас песню в жанре рэп, которая получилась. Готовы? Давайте послушаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Мы сейчас будем тренироваться, вот буквально через несколько минут уже. Я просто хочу еще несколько примеров показать. Мы с вами будем тренироваться, и я вам покажу, как можно запрограммировать детский голос, вот как мы с вами первую песню про Hold the Plants слушали. Это Hold the Plants, это из этой же книги, кстати. Вот будет петь вести с детьми. Можно баттл устроить между группами. Да, действительно, это интересная вещь. Давайте мы посмотрим, что еще можно делать. То есть вот мы с вами послушали. Я вам потом дам скачать эту презентацию, и вы потом можете сами по ссылкам этим пройти, эту песню включать, если надо, и прочее. Итак, давайте мы с вами подумаем, вернее, не подумаем, а поймем, как создавать песни самим. Давайте сделаем так. Я вам сейчас отправлю вот ту ссылку, которую вы видите. Я вам отправлю ее в чат. Если можно, вы по ней пройдите, пройдите, пожалуйста, и зарегистрируйтесь. Хорошо? Это бесплатно. Можно зарегистрироваться с помощью адреса электронной почты, например. И когда вы зарегистрируетесь, я вам дам несколько минуток, когда вы зарегистрируетесь, я тогда уже расскажу, что там дальше делать. Вы можете с мобильного устройства это сделать, например, сканировать QR-код. Вы можете просто, если вам удобно, вы можете ввести suno.com для того, чтобы не копировать ссылку, не вставлять. Но я просто объясню, зачем. Там дело в том, что нейросеть бесплатная, но есть определенное количество кредитов, которые возобновляются каждый день. То есть вы в день можете по 10 песен создавать. Если вы пройдете по этой ссылке, то у меня этих кредитов добавятся, а вам это ничего не будет стоить, естественно. И я смогу, может быть, чуть больше показать. Но это единственная причина. Если можно, напишите, пожалуйста, как только вы зарегистрируетесь в этой нейросети. Хорошо? Так, хорошо, уже зарегистрировались. Так, готово. Я просто для того, чтобы не поспешить и не перейти к делу, когда пока еще заняты, зарегистрировались. Отлично. Ну что ж, давайте, я думаю, что остальные завершают регистрацию, но проще всего с помощью адреса электронной почты, чтобы не пришлось лишний раз снова там открывать что-то, передавать, подтверждать адреса и прочее. Как только вы зарегистрировались, вы уже готовы творить. Вот давайте мы сделаем вот как. Итак, попробуем сначала общие принципы того, как это работает. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Во-первых, для того, чтобы это сделать, нам надо написать некий промт. Вот давайте мы сначала попробуем вот как сделать. Мы попробуем сейчас, я сейчас включу демонстрацию своего экрана, для того, чтобы просто показать, мы с вами попробуем поделать. Вот у меня эта нейросеть появилась. Мы нажимаем Create, и давайте мы попробуем сейчас создать какую-нибудь песню на какую-нибудь тему. Вот давайте подумаем, о чем мы хотели бы песню создать. Предложите, пожалуйста, вашу идею. Прямо вот сейчас. Я не знаю, там, об отпуске, о лете, может быть, еще о чем-то. Кто что хочет. Напишите вашу идею, и мы попробуем ее. Поход в зоопарк, о море. Так, интересно. А давайте пусть это будет в зоопарк в прибрежном городе. Хорошо? Нам надо решить, какой жанр мы хотим. Вот если вам понравился рэп, мы можем попробовать создать рэп. Можем попробовать что-нибудь другое. Давайте, например, попробуем сделать так. Так, a rap song about going to the zoo at the seaside. Ну, пусть будет такая непростая задача. Предположим, мы такую тему проходим. Да? Отпуск учителей. Так, тогда так. About a teacher going to the zoo at the seaside while on holidays. Вот так. Пойдет такой вариант? Удалось мне учесть ваши пожелания? Пока все просто. Мы сейчас не задали даже ничего, кроме жанра. Мы только написали, что хотим rap song. Давайте посмотрим, что нам система предложит. Мы можем потом это поправлять. У меня вот видите 410 credits, поэтому есть возможность поиграть немножечко. Итак, смотрите. Система сразу начинает создавать две песни. Они будут отличаться. Мы сейчас пока не закладывали ни голоса, ни инструменты, ничего. Видите, мы написали rap, но система нам немножечко поменяла. У нас получилось, посмотрите, Sea Safari Chronicles. Интересное название, которое она предложила. И она нам предложила Hip Hop Playful. Давайте мы посмотрим, что у нас получилось. Вот сейчас закончится, закончит генерировать. То есть вы видите, как буквально все. Вот мы уже можем послушать. Прошло, прошла минута буквально, даже меньше. Давайте попробуем послушать. Субтитры сделал DimaTorzok. Давайте, поскольку мы сейчас будем сегодня много чего создавать, я приторможу здесь. Вот как-то мне она не очень нравится, честно говоря. Мне бы с учениками было бы неудобно использовать, потому что, во-первых, голос нечеткий, правда же? Во-вторых, ну хотя по лексике интересно, потому что можем поработать, например, какие там животные упомянуты, послушать песню, вот у нас тут и джираф, и силз, и прочее. Но поскольку она мне не очень понравилась, я нажму здесь дизлайк. Зачем это надо? Затем, что мы можем тренировать на нейросети. И видите, она из библиотеки пропала уже. Давайте послушаем вторую песню. Что из нее получилось? Может быть, она лучше. Как с тобой будет? Слайдс и дайвс, айс панс галор. Сеалс, твик флитс, сплэшн, как миф. Титчер, так и пикс, как лирик, риф. В общем, вот такая песня. Не могу сказать, что она прям вот хорошая какая-то. Не такая... Она мне чуть больше нравится, чем предыдущая, но не очень. А давайте мы жанр поменяем. Давайте мы вместо рэпа возьмем, например, Swedish Pop. Попробуем поменять. И давайте мы попробуем настроение заложить. Вот тут они пытались playful сделать, но как-то она не очень playful. Давайте мы попробуем сюда написать happy song. И давайте мы голос добавим. Вот коллеги спрашивали, можно ли сделать, например, детские голоса. Давайте попробуем вот так. Children's Voices. И попробуем сгенерировать. Посмотрим, что у нас получится. Обратите внимание, у меня из credits 10 credits ушли. То есть одна песня стоит 5 credits. Каждый день на 50 возобновляется. Итак, попробуем посмотреть, вот что у нас поменялось. Посмотрите, у нас новое название появилось. Teachers Day at the Zoo. Это уже поинтересней. Может быть. Но посмотрим, какой текст вышел. Сейчас чуть-чуть сгенерируется. Коллеги, у меня предложение. Если можно, вы себе откройте тоже в соседней вкладке. И давайте попробуйте тоже создать песню. Но попробуйте разные жанры. Ладно? Вот давайте мы возьмем вот такой же самый prompt, чтобы у нас были споставимые вещи. И вы увидите, что у вас у всех песни будут создаваться разные. Только вы много не создавайте. Один вариант создать. Потому что у вас на старте будет 50 всего credits. Поэтому надо чуть-чуть дождаться здесь. Вот посмотрите. Текст уже другой. Новая песня. Teachers Day at the Zoo. Получается. Teachers off on holiday to the sea. Children, children come with me. Zubai the show, let's go see. Everyone the wild and three. Ну, давайте послушаем. То, что она генерируется, это не должно нам помешать, я надеюсь. Хотя вот еще значок play не появился. Иногда бывает так, что чуть больше времени занимает. Мы здесь немножко усложнили задачу. Мы тут и детские голоса попросили, чтобы они еще были happy. Ну, посмотрим, насколько нам удастся получиться. Но опять же, здесь работа с лексикой как раз хорошо. Потому что, посмотрите, лексика выстроилась. Она стала лучше. Лучше у нас тут и penguins, и lions, и monkeys. Кто у нас там есть еще? Dolphins, giraffes, elephants. Кто еще есть? Есть не обязательно кто, ни животные, но полезные вещи. Например, cotton candy. Merry go round у нас появились. Watching sunsets. И так далее, и так далее. Seaside adventure. То есть текст вполне несложный получился. Правда же? Он абсолютно сопоставим с тем, что мы можем детям в принципе дать. То есть уже, я бы сказал, в конце начальной школы вполне такое можно давать. Главное, чтобы у нас по тексту получилось. Но вот пока еще ждем чуть-чуть. Давайте пока я жду. Возможно ли вводить свой текст? Да. Можно это сделать, чтобы сеть писала только музыку. Вот как я показывал на стихе Kaufman, у меня одна ученица попробовала написать, заставить нейросеть написать песню на стихе Пушкина. На русском языке тоже пишут. Да, язык может быть любой. Что-то получается лучше, что-то получается хуже. По-английски пока получается лучше всего. Ну и понятно, поскольку это разработка американская. Но тем не менее и на русском языке сеть создает. Так, что-то у нас долго занимает. Давайте я попробую обновить страницу. Вполне возможно, что уже музыка создана. Просто нам не показывает. Давайте мы посмотрим. Перейдем в library. Вполне возможно, там уже все появилось. Нет, пока еще генерируется. Ну, подождем чуть-чуть. Я бы посоветовал поэкспериментировать с разными жанрами. Давайте сделаем так. Пока здесь создается, мы, чтобы не тратить ваше время, дадим сейчас минуточку. Иногда бывают такие задержки. Это может зависеть от того, как компьютер быстро работает и прочее. Давайте я вам еще покажу некоторые моменты, уже заранее созданные. Хорошо. И посмотрим, как можно делать. Например, одна из проблем, которая у меня возникает, хочется иногда взять хорошую песню про Россию на английском языке. Но такую песню найти непросто. Бывает. Поэтому... Так, вопрос. Скажите, пожалуйста, курс по искусственному интеллекту для учителя английского нужно проходить? Ну, если вы хотите, то вы можете. Такое вполне можно сделать. И вот, посмотрите. Я сделал вот такую песню о России с помощью нейросети. Посмотрите, какой промпт я ввел. Я написал cinematic, так, чтобы это годилось, например, для кино, чтобы такое эпичное что-то получилось. Orchestral. Я хотел богатое звучание получить. Song about the beauty and power of Russia. Давайте мы попробуем послушать, что получилось. Система предложила назвать песню Russian Rhapsody. Я ее не менял. И давайте послушаем, понравится вам такая песня о России, которая создана нейросетью, или что-то лучше поменять. Но я думаю, что вы как минимум не хуже сможете создать. Итак, слушаем. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok. которая вам нужна. Можно создать песню с нужными вам словами. Давайте проведем эксперимент. Вот теперь смотрите, как сделать так, чтобы текст был на ваши слова. Нажимайте вот здесь Custom. Посмотрите, пожалуйста, вот у нас включилось. И давайте напишите, пожалуйста, в чате слова, которые вы хотели бы услышать в песне. Давайте прямо вот накидаем поинтереснее, поинтереснее сделаем. Ну, давайте я начну. Давайте, знаете, вот как с детьми играть в ассоциации. Например, вы называете слово, кто-то называет слово, ученик, который у него ассоциируется с этим, следующее, другое. Итак, waterfall. Первое слово. Окей. Waterfall. Что там еще у нас? Relax. Капибара. Интересный вариант будет. Так, написали. Давайте еще какие-то слова подбросим. Я единственное, что с вашего позвоня не fall relax, а просто relax. Напишу. Так, капибара. Что у нас? Panda. Sunshine. Cloud. Окей. Rain. Sunglasses. Challenge. Rainbow. Бау. Ну, давайте C-Shell еще напишем, и пока хватит. Хорошо, чтобы... Ну, вот Beach еще напишем, ладно? Вы потом сможете потренироваться дальше. Посмотрите, вот мы с вами накидали набор слов, который даже не очень тарифмуется. Интересно. Ну, давайте еще Beach напишем, я обещал, да? И пусть уж будет Ocean. Вот так вот. Давайте я приму такой arbitrary decision. Остановлю пока наши заказы. Ну, видите, тут 3000 слов можно написать. Нажимаем на кнопку Generate Lyrics. Как классно было бы использовать, чтобы писать песни для праздников тематических занятий. Вот как раз мы это и можем делать. Я, например, песню «Кодню учителя» вполне неплохую создавал. Посмотрите, вот у нас появился текст. By the waterfall relax, Capybara in the sun, Sunshine makes it brighter, Clouds allow us one by one. Ну, мы не ждем здесь каких-то великих поэтических свершений от нейросети, правда же? Но слава богу, что у нас появляется. In the rain and the sun, We found Joe never run. Давайте мы подумаем, а какой стиль музыки мы хотим? Мы можем либо не задавать никакого, положиться на нейросеть, пусть она сама что-то выберет. Можем задать какой-нибудь, например, можем попробовать какие-нибудь и джаз, и еще что-то. Но давайте, знаете, как сделаем? Давайте попробуем вот так вот сделать. Катун. Чтобы как было, чтобы как в мультфильме. С народной мы еще поиграем, потому что можно попробовать, например, Russian style. И там будет прямо вот русские нотки звучать. Итак, давайте мы сделаем катун. Песня у нас называется Capybara Dreams. И давайте попробуем создать, что у нас получится. Вот когда вы будете свои тренироваться песни делать, попробуйте сделать Russian style. И вы увидите, что прям действительно будут звучать очень русские нотки. Вот та песня Hold the Plants, которую я вам показывал там, как раз промпт был катун, который я задавал. Поэтому я очень надеюсь, что у нас здесь сейчас получится что-нибудь бодренькое. Вот у нас одна уже появилась песня. Давайте послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 В общем, как мы видим, варианты получаются самые разные, и они действительно интересные. Но тут возникает один интересный момент. А момент вот какой. А имеем ли мы право не нарушать ли мы чьих-то авторских прав? Как быть? Создает нейросеть, а мы только промт пишем. Да плюс мы еще стихи. Ну стихи, ладно, стихи мы сейчас использовали с разрешения авторов. А вот как быть, например, если нейросеть создала нам стихотворение? Что мы имеем право делать с этой песней? Это момент на самом деле серьезный. Давайте мы на него посмотрим. Дело в том, что сейчас и по российским, и по международным законам авторские права на произведения нейросетей не определены. И чаще всего считается, что они принадлежат тому, кто сформулировал промт. И судебные процессы были, например, от писателей, которые требовали запретить использовать произведения нейросетей. И, в общем, от кого только не было. И от актеров, и от композиторов. Но все вот эти вот судебные процессы пока ни к чему не привели. Хотя юристы говорят, что да, какое-то урегулирование в перспективе будет разрабатываться. Потому что появилась совершенно новая вещь, которая авторским правом пока не очень охвачена. Поэтому, когда мы используем нейросеть, очень важно внимательно прочитать лицензию. Вот если мы с вами посмотрим на то, что нам пишет Суну, то посмотрите. У меня Basic Plan. Вот он Active. Он бесплатный. У нас каждый день обновляется 10 credits. Это 10 песен. И вот тут посмотрите. Non-commercial terms. То есть песню я создать могу, деньги за нее брать я не могу. С коммерческими целями использовать не могу. No credit top-ups. Кредитов не добавить здесь. Shared generation queue. Ну, мы видели, то какие-то песни у нас быстро создавались, то какие-то приходилось ждать. И two running jobs at once. Две песни сразу создают. Есть платные варианты. Например, посмотрите. General commercial terms. Если по ним кликнуть, то можем прочитать побольше. И тут в месяц 500 песен, а не 300, как в Basic бесплатном. Но есть еще более дорогие варианты. Но, в принципе, мы же с вами для коммерческих целей создаем. Правда? Мы создаем для того, чтобы на уроке бесплатно использовать. Мы ни у кого денег не берем. Если мы где-то выкладываем, то, конечно, прилично будет указать, что песня создана с помощью Suno AI. Это вполне неплохо будет. Поэтому вот такие условия. Поэтому по лицензии мы имеем право это делать. Мы не имеем права продавать, но делать бесплатный альбом мы вполне с вами можем. И у меня к вам, коллеги, предложение. Но перед тем, как мы перейдем к предложению, скажите мне, пожалуйста, вот что вам сегодня понравилось в нашей с вами встрече? Потому что мы с вами провели уже час и 14 минут. И вот какой для вас результат? Что вы для себя вынесли? Что было полезного? Так, новые знания, красивые песни. Мы действительно создали интересные вещи. Правда же? Открыли дверь в новый мир. Ну, не столько я открыл, сколько разработчиков этой нейросети, но я просто инструментом для них стал. Ресурс действительно безграничный. Представляете, сколько методически можно делать только с этой вещью? Новые инструменты, увлекательные материалы можно. Теперь точно попробую, раньше не пробовала. Причем посмотрите, как это все просто. Мы же можем и детей научить, и они сами могут создавать, и прочее. Причем дети с удовольствием это делают. Вот уже в начальной школе они вцепляются, говорят, я хочу попробовать, попробовать, попробовать. Нереальный класс. Спасибо огромное. Так, спасибо, Владислав Юрьевич. Полезные фишки. Для лексики удобно, для грамматики удобно. Коллеги, у меня к вам предложение. А предложение вот какое. Теперь я уже от лица издательства. Я хочу предложить конкурс. Давайте устроим конкурс. Он же нетрудный, и он не требует от нас каких-то усилий. Мы уже сейчас с вами сколько песен посоздавали. Давайте сделаем такой конкурс. Начнем с завтрашнего дня. С 17 июля по 19 августа. А победителя объявим 20 августа. Хорошо? Ну и небольшие призы будут. Что нужно сделать, чтобы в этом конкурсе участвовать? Шаг первый. Берем любую нейросеть. Я бы рекомендовал Суну, но есть и другие нейросети. На мой взгляд, они не такие удобные. Но я, конечно, не все пробовал. Которые тоже пишут музыку. Есть интересные. Но вот Суну, она бесплатная. Остальные там очень урезанные бесплатные версии. Итак, создаем песню на любое стихотворение из любого учебника Кауфман. Или учебник серии HopEnglish.ru. Или берем любое учебное пособие Клары Сакуна Марианны Юрьевны Кауфман. Мы вам сейчас дадим ссылку на то, где можно страницы отдельно и скачать. Но я думаю, что у многих эти книги есть. Затем песню, которую мы создаем, размещаем в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте. И добавляем два хэштега, чтобы я мог найти эти песни, чтобы они не потерялись. Первый хэштег titlepublishers в одно слово. И второй хэштег Kaufman. Все очень просто. Единственное, что иногда бывает так, что у человека закрытый профиль. Он его создал, а никто посмотреть не может. Поэтому убедитесь, пожалуйста, что вот этот пост, если вы профиль не хотите открывать, то может быть один отдельный пост можно открыть. Что этот пост открыт для чтения, до окончания конкурса. Я вам презентацию отправлю в чат, чтобы это ничего не потерялось. Хорошо? Давайте сделаем так. Пусть у нас в конкурсе будет три категории. Первая категория. Лучшая песня для начальной школы. Это если мы берем текст из учебника для начальной школы или способия из любого для начальной школы. Мы с вами для начала два пособия видели. Английских стихов в школе и дома. И Songs and Poems for Junior School. И мы можем взять из любых учебников happyenglish.ru для второго, третьего, четвертого классов. Вторая категория. Лучшие песни для основной школы. И третья. Лучшие песни для старшей школы. Участвовать можно в стольких категориях, сколько хотите. Хоть во всех трех. Можете брать из стольких книг и столько submissions. Устраивать, сколько вам нравится. Потому что мы же видели, как создаются варианты, которые и те, и те хорошие. Но поскольку это конкурс, надо, чтобы были действительно те, которые прям приятно поделиться. И призывы. Призывы не очень большие, но я надеюсь, что они все равно будут приятными. В каждой категории первое место. Два любых на ваш выбор учебника или учебных пособия. Клары Сакуна, Мариан Юрьевна Кауфман по почте пришлем. С автографами авторов персональными. Плюс комплект календарей словарей. Вы, может быть, знаете, титул выпускаете, а их создаете в календаре словарей. Когда там на каждый месяц своя тема, картинка сюжетная, слова на каждый месяц по слову. Вот поэтому мы дадим календаре словарей, например, за 2023-2024 годы. Тому, кто второе место займет, один любой учебник или учебные пособия на ваш выбор. Плюс комплект календарей словарей. Третье место. Один любой учебник или учебные пособия с автографами автора. И календарь словарь на 2024 год. На текущий. То есть за прошлые годы не будем, а на текущий будет. Ну и, естественно, все, кто примет участие в конкурсе, получат сертификаты участников, если это для чего-то нужно. В электронном виде. Хорошо? То есть книжки мы, естественно, по почте пошлем. И дипломы победителей по почте. А сертификаты участников в электронном виде. И если вам понравится этот опыт, то мы готовы такой конкурс устроить для школьников. Текст повторится это нормально. Мы берем как раз тексты, которые написали Клары Исакуна, Марианна Юрьевна Кауфман. То есть вот именно их готовые тексты. И на них создаем песни. Мы с вами уже увидели, что мы можем создавать множество разных песен на вот такие вот, на любые темы. В жюри будет три человека. Сами авторы Клары Исакуна, Марианна Юрьевна. Юрьевна, ну и поскольку нагрузка большая, потому что много слушать придется, я тоже присоединюсь. Если вы мне доверяете. Я уже здесь присоединюсь как главный редактор. Вот такой вот конкурс. Коллеги, кто хочет, кто готов принять участие? Доверяете, класс. Спасибо большое. Давайте я вам сейчас в чат тогда отправлю эту презентацию, чтобы и условия не пропали, ссылки и прочее. И мы положение о конкурсе опубликуем на EnglishTitchers.ru. Хорошо? То есть вот такая маленькая разминка на лето получится. Целый месяц зададим, потому что тут есть с чем поиграть, есть с чем позаниматься. Я надеюсь, что вам это понравится. Вот. Ну что ж. Тогда отправляю презентацию. Она сейчас загрузится. Она всего полтора мегабайта весит. Поэтому я думаю, что совершенно не проблема даже в мобильном устройстве сохранить. Завтра мы тогда на EnglishTitchers.ru опубликуем объявление о конкурсе, прям тему отдельную создадим. Если вы захотите не только в соцсетях поделиться, но и на форуме, вы можете просто ссылки давать тогда на размещенные. Хорошо? Вот. Если кому-то нужен сертификат за участие в сегодняшнем тренинге, то этот сертификат печатный, он пойдет по почте. Поэтому там почтовые расходы, к сожалению, печать надо оплатить. Но ссылка есть. А так, я надеюсь, что то, что мы с вами сегодня узнали, вам пригодится, понравится и вам будет интересно. Я тогда приглашаю вас принять участие в конкурсе. И я думаю, что мы с вами уже думаем, какие можно создавать песни, как делать уроки разнообразней, как работать. А, ой, прошу прощения, электронный сертификат. Окей. Могу ли поделиться с несколькими новыми рабочими листами к песням здесь? Да, конечно, это было бы замечательно. Владислав Юрьевич, выкладывайте в чат. Я думаю, что коллеги с удовольствием используют. Коллеги, ну тогда давайте сделаем так. Я сейчас отключаюсь, но мы несколько минут еще не будем закрывать зум. Хорошо для того, чтобы Владислав Юрьевич то, что выложит, вы могли бы скачать. Потому что у него всегда полезные worksheets к песням. Вот. А теперь мы с вами и сами умеем песни создавать. И на готовые стихи, и на любую тему, какую хотим. И с любыми словами, да еще и посмотрели методически, как мы можем применять и для чего. Так, вот спасибо. Hello, what's your name? Food song? Yes, I can. Hello, song? Call is touch? Замечательно. Я себе тоже скачаю, потому что хорошие вещи упускать грех. Ну что ж, коллеги, спасибо вам большое. Я вам тогда желаю хорошего вечера. И надеюсь, что вы сейчас уже, ну не сейчас, но в ближайшее время начнете брать. Да, вы можете страницу скачать на сайте englishteachers.ru. Заходите на сайт englishteachers.ru, интернет-магазин, там есть раздел стихи и песни. И там есть прямо страница из этих книг. Вы можете взять или песни, которые в тех страницах выложены. Либо если эти книги у вас есть, то вы можете просто из книги взять любое стихотворение. Все. С этим все просто. Ну что ж, спасибо тогда. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок